Я каждый день люблю. Это мое естественное состояние. Потому что, если даже нет, я срочно кого-нибудь найду, в кого влюбиться. Да, я обычно представляюсь. Меня зовут Олечка Брекман. У меня был такой вопрос, о чем я мечтаю. И вот я увидела, что я хочу создать вокруг себя собой такое поле. Люди, которые заходят в это поле, они расслабляются, улыбаются и становится хорошо, уютно создать. Вот есть такие люди, которые, знаешь, вот видишь их, они улыбаются, и с ними хорошо, с ними легко, с ними хочется жить, они вдохновляют. И я восхищаюсь такими людьми. Я думаю, как у них это работает, чем они движутся. И я увидела, что я тоже так могу и хочу. Когда я пришла только в команду, ребята получили тогда последнее созвучие. Тогда Геннадий давал еще. Созвучие закончилось у ребят, и я пришла. И тогда они, я помню, пришли с такими большими глазами, рассказывали, как там это было. Там такое, там такая сказка. Я смотрю, ну, ощущения есть, но понимание и ценности я бы тогда еще, наверное, не уловила этого всего. В этом году я только почувствовала, что вообще происходит, что такое школа, всю ответственность, всю красоту вот этого момента и свою готовность. Многие спрашивают, Оля, ты 7 лет в школе, как? Ты еще не пробудилась, знаешь, даже претензии, как так? А на самом деле я поняла, что все это время я зрела. Я сейчас, я с полной ответственностью подхожу к этим знаниям, я понимаю, что это такое, я могу это оценить, я могу увидеть себя в этом всем. Это прям все происходит вовремя, как говорят, да, вот все происходит вовремя, а сейчас я это четко вижу. У меня появился интерес, я не скажу, что у меня появилось такое прямо желание всеобъемлющее вот это пробудиться, потому что я не знаю, что это. То есть у меня были какие-то опыты такие вот легкие, но вот прям желание пробудиться нет, у меня движет желание очиститься, очистить все эти программы, концепции, потому что очень хочется раскрыться. Чтобы создать вокруг себя это поле, о чем я говорю, о чем я мечтаю, нужно пропускать этот поток жизни, его не просто пропускать, когда ты захламлен концепциями, программами, как у нас говорят, вот этими всеми страхами. У меня их очень много. Чем больше я в практике, тем больше я понимаю, что у меня их очень много. А этого не хочется, потому что хочется быть чистой, легкой вот жизнью, хочется быть вот этой жизнью. Когда я созрела, когда я приняла решение, что я полностью в практике, когда я переехала из Минска в Сочи, это было мое самое такое глобальное решение, это было невозможно, потому что у меня было миллион препятствий, чтобы я сюда не попала в команду. Но я увидела, что я очень захотела этого. Я очень захотела пройти этот пятимесячный курс, который сейчас идет. Я приняла очень твердое решение, и под него стало разворачиваться буквально все. Вообще все развернулось за полдня. Я через неделю переехала полностью в Сочи в команду, и я переехала, и тут оказалось, что через месяц будет созвучие. Ну просто прям коридор такой счастья. Перед курсом я поняла, что я хочу дальше, что я хочу больше, дальше, глубже, познать себя. У меня был такой запрос. Я видела, что сама я не могу. Для этого вот какую-то... Я видела стенку, и чтобы пройти эту стенку, нужна энергия, нужен потенциал. Это как проход, как говорят в духовке такие, знаешь, нужно сделать проход. Прорыв такой, и для этого нужно очень много энергии. Потому что ум силен, желаний много. Я еще такая кайфуша знатная. Я люблю удовольствие, и у меня их полно. Они меня все время уводят на цели. Сейчас я тоже начала это видеть все. И чтобы выбраться из всего этого, нужен потенциал. Лучшего инструмента, чем созвучие, чем ретрит. Вот это замкнутое пространство, где тебя погружают вот в эту атмосферу. Где ты нацелен только на путь, где тебе ничего не мешает. Где все практики, где полностью молчание, где тебя ничего не отвлекает. Ты сдаешь гаджеты, ты полностью отрезан от внешнего, и только сужается твой вектор внимания, только на твою цель, на проход. Я думаю, что у каждого какой-то свой интерес, и каждый называет это по-своему, для чего созвучие нужно. И я была, да, вот именно вот, что я была сейчас готова к этому курсу. И я была счастлива, хотя многие говорили там, о, так сложно этот марафон, целыми днями делать практику, упражнения. Для меня это был кайф, вот даже в какой-то мере санаторий. Потому что тебе говорят, что делать, говорят во сколько, говорят как, еще проверят. И, да, это было здорово. Ну, не всегда было так просто, конечно, потому что ум. Ты затихаешь, и поднимаются твои пласты каких-то обид, претензий. И ты видишь себя, свои программки, свои конструкции. Это очень неприятно. А, знаешь, как интересно, я же классная, я же прикольная, я такая добрая, такая легкая, радостная, да. И вот я всегда такая, вот Брекман такая, вот я понимаю, что я ненавижу всех людей. Я поняла, что это было такое откровение, и это была такая обида на всех. Потому что, ну это, я увидела это с детства, что в детстве была какая-то программа, где меня оставили, бросили, меня не оценили, не увидели, да. И вот это у меня пошло, вот эта тотальная обида. Я увидела, как из этой обиды я живу всю жизнь. Вот я тогда обиделась, там, на маму или на папу, да. И я вот из этой обиды живу, проживаю свою жизнь. Это как будто, знаешь, сказала, ну, мама, я обиделась, и вот смотри, я буду жить специально плохо на зло тебе. И представляешь все это увидеть. Вот всю свою жизнь я понимаю, что я живу из этого, из вот этой программы. Ну это просто опрокидывать на лопатки. И ты, ну как? Как всю жизнь вот так вот можно было? И слава богу, у меня уже миллион инструментов. Ты делаешь запросы, ну, начинаешь с этим работать, наблюдать, благодарить. И, то есть, ну, просто даже туда внимание направляешь, что вот видишь вот эту программку, и она начинает трансформироваться. Оно шло через тело, и в теле этот блок я увидела. Ну, вот эта трансформация. Ну, я эти процессы уже просто знаю хорошо, да. И поэтому я увидела, чека начала с этим сразу работать, что вот оно идет, ты вот ощущаешь это в теле, ты с этим работаешь, обращаешь туда внимание. Когда ты видишь блок или какое-то это препятствие, нужно максимально расслабиться и довериться. Вот самое главное правило. Потому что природа, не мешать природе сделать свое дело. И ты расслабляешься, она начинает вот трансформация. Идет, идет, поплакал, пошел дальше. В освобождении идет энергия. Это мое любимое. Вот есть я такая, как сейчас есть. Вот Олечка Брековна с этим программами, с концепциями, с какими-то вот этой всей шелухой. А есть какое-то истинное Я. Есть моя душа, которая уже там, которая ждет меня там. Ну, вот эта и вот чистота. И вот как будто она сказала, смотри, я есть, я тебя жду. Вот этого частичка чистого. Вот как будто мне вот, мне даже было, когда мне дали созвучие вот в медитации, мне вот было такое видение. Как будто из ума, конечно, как говорят, да. Но вот это, как будто мне вот сюда зернышко это поместили, оттуда из дома. И оно взрастает. И я чувствую вот эту вот вибрацию. Вибрация созвучия, она... Она будоражит, она... Этот зов, эта чистота, вот хочется туда. Вот ты не знаешь, что это, ты толком не понимаешь. Это созвучие, это какая-то энергия. Ну, как бы для тебя это какая-то абстракция. Это какой-то не... Ну, вот... Что такое Бог? Вот это что-то вот такое. Так, созвучие, вот что-то вот это, но тебе оттуда хочется. Тебе хочется этого еще. Тебе хочется в этом быть, раствориться, знаешь, как грести туда. И оно будоражит, оно перестраивает все тело. Оно перестраивает... У тебя такие осознания появляются. Вот это вот идет... Чтобы пойти туда, ты понимаешь, что тебе надо пройти очень серьезную трансформацию от... От вот этого, от теперешней себя вот туда, чтобы прийти к этому настоящему себе. Это... Тут столько нужно очищений пройти. Очень-очень много. На этом созвучии я поняла, что... Вот эти вот сказки, которые нам в детстве читали, сказки, былины, легенды, мифы, фильмы вот эти все фантастические... Это все... Не сказки и фантастика, да? А что это все реальность. И я настолько это четко увидела, что вот это все, что можно придумать, всю самую невероятную фантастику там, это все реальнее, чем... Это так же реально, как вот это сейчас то, что происходит. И что в нас заложен, в каждом из нас во мне заложен нереальный потенциал. Когда раньше говорили, вот эта школа, мы идем к полной реализации. Школа ведет человека к полной реализации. И для меня это было, вот я Олечка Грекман, а вот есть полная реализация. Вот они вообще не соприкасались, так я полная реализация, вы шутите? Нет. А сейчас я увидела, что, о, а я могу. Я почувствовала внутри, что это может быть со мной случиться. Если я захочу, я могу совершить вот эту полную реализацию. И даже Геннадий такой классный фраз сказал вот на контрольных занятиях, что как определяется, счастливый человек или не счастливый человек. Счастливый человек — это тот, кто реализует себя. Это такое, кажется, просто вот только сейчас мне это упало, что счастливый человек — это тот, кто реализует свой внутренний потенциал. И я даже вот рассказывала девочкам, что я даже написала письмо сыну. Вот этот момент я поняла, что я написала… Вот знаете, как в фильмах пишут там такие мамы, которые уезжают куда-то искать свое счастье. И я написала, знаешь, сын, в тебе на самом деле находится огромнейшая сила и потенциал невероятный. Ты можешь абсолютно все. Ты можешь летать, ты можешь левитировать, ты можешь создавать миры, ты можешь отлично учиться, ты можешь абсолютно все, что только подумаешь. В тебе есть этот потенциал, но… Его нужно раскрыть. И я увидела, что этот потенциал нужно раскрывать. Его нужно копать, брить вот в этот вот потенциал, в это ядро. А это самодисциплина, это трудолюбие, вот все, что… Сын, все, что я тебе не дал… Все, чему я сейчас учусь сама… Это трудолюбие, но вот ради… Сейчас я вижу, ради чего все это. Раскрыть какая… А какая я вот в этом раскрытом потенциале? Какой меня задумал Бог? Вот в настоящем… Какая я настоящая без вот этого всего? Что я могу? Я уверена, что я могу создавать миры, и я уверена, что я могу спасти весь мир, как говорят, да, там, через себя, через внутреннюю. Я вообще могу невероятные вещи. И это все… Просто я… Вот это откровение было в том, что я увидела, насколько это все просто. Это трудно, это труд. Но у меня и появилось понимание, что это все очень просто. И вот меня это настолько зажигает, и я вижу, как ребята в школе этим занимаются на самом деле, как они преображаются вот этим трудом, этим этой отдачей, как они трудятся каждый день. А что инструктора делали? Вы видели, как трудились инструктора на этом созвучии, на этом курсе? Я поняла, что столько любви, сколько от них, я никогда не испытывала. Потому что там этой любви было столько заботы. Вот они в каждое… каждому занятию подходили по-новому. Они ощущали моменты, они каждый день ощущали группу по-новому. Я перед курсом спросила у Димки Симченко, дай мне совет. Люблю такой вот перед созвучием, потому что знаю, что это непростой курс. Это реально непростой курс. И он сказал, что это тотально сдаться. Все, что говорит инструктор, ты делаешь с удовольствием. Ты просто это делаешь. Ты не то, что там… Седьмой блок лежа. И ты такой вот… Включаешь эту детскую позицию, типа… Ой, я не хочу. Там вот это, знаешь, начинается ночью. А ты сразу в радость. И ты просто делаешь. Ты каждую секунду в радости это делаешь. И курс проходит просто вот легко. Просто убирать это сопротивление, отмечать, что я сейчас не хочу, я сейчас не буду, я сейчас не хочу сидеть с ровной спиной. Или вот эта вот усталость, нагнетение. Сразу отсекаешь и идешь вот на сто процентов. Тогда будет все легко. И максимально эффективно. Я хочу очень искренне поблагодарить инструкторов за их невероятный труд, который невозможно переоценить. То, что они делали, как они вкладывали, сколько они материала подготовили, как они все объясняли, как они подходили к каждому человеку. 35 человек, они к каждому подходили индивидуально и с огромной любовью. И этот пример меня положил на лопатки. И я бесконечно благодарна за этот опыт и за это тепло. Благодарна школе. Наcostали чайку.